чё пацаны всем доброго дня сегодня будем говорить опять про киа про тойоту камри что пацаны пуканы то у вас остыли когда я выложил про свою киа оптима все там камри боты просто взорвались них там очко взорвалось так что начали мне писать всякой хрени всякой гадости вот я знаете ребят вот ну как бы ничего против тойота камри не имея ну просто я считаю что они херевают продают старое железо за какие-то не сразмерные деньги я также вот просто думаю как людям засрали голову настолько что они готовы свою камеру понимать там родную продать вот я специально распечатал листок что мне писали да вот сразу хочу сейчас расставить все вопросы про маму мою про бабушку про мои доходы там и так далее первое письмо да вот они за человек вроде подписался андрей на него какой-то странный ник был в теле письма совершенно случайно посмотрел твой выпуск про то как и чем ты руководствовался когда выбирал себе машину написать что камри лучше я не вернее раза не хочу чего хотел человек сказать этим я не знаю хотя у самого две тойоты камри и у жены раф 4 но суть не в этом я думаю тут вопрос другом твоя позиция молодого школьника мне 37 лет мне лично очень знакомы я тоже хотел гонять на понтовые тачки правда эта болезнь меня прошло давным-давно много лет назад я как понял что это первый твой личный авто правильно ведь ну с касательный знак отвечу тебе да андрей это у меня машина 15 или 17 по счету не считая наших тазов у меня их было просто пачками на иномарках я покатался до хренушки у меня машин был неправильно ведь это у меня не первая машина мне кажется вопрос немного другом не хватило денежку тебя на камри вот кстати камри боты мне все пишите денежка не хватило там на камере ребят давайте сразу вот насчет денежки я вам отвечу ки оптима как я говорил она стоит миллион четыреста сорок семь там тысяч с небольшим там ну пусть миллион там сигнализации полтора ляма она стоит камри можно легко купить за эти деньги да ну может быть чуть чуть больше я там доплачу машину я купил еще раз вам всем повторяю да машину я купил за наличные деньги без всяких кредитов чем не пишет этот бот дальше вот слушайте не хватило денежки тип тяна камри но не дали твоей бабушке кредит побольше пенсионер ведь лично мое мнение да не положено тем таких вообще машинах есть не на камри не на мазде изм не знаю что хотел сказать не на оптиме как говорят не по те кафтанчик судя по твоему айкью за мой айкью да это максимум кирилл не больше вот эти что хочу ответить друг если ты так пишет значит твой айкью знаешь вот ничего личного ну дурачок ну вот просто вот ничего не скажешь с этим я высказывал как есть я мастер сказал как есть что камри охерели если бы их машина стоила на уровне там конкурентов на уровне той же оптиме я вообще против ничего не сказал ну да старые движки старый дизайн старый салон зато цена отличный но они дебилы хотят за свою старую машину эту да не пойми каких денег да и вот дальше вот знаете друзья вот камри покупают ну как вам сказать чтобы выделиться что ли чтобы показаться выше чем остальных хотя вот знаете что хочу сказать я против японцев в большом вот количестве ничего против не имея но камри дрочера их по-другому никак больше не назвать они кричат что их камри это просто венец к мироздания вот просто слушайте еще одно я обязательно скрины вставлю до этого мне на почту приходили эти сообщения которые через мой сайт были посланы через обратную форму слушаться дальше твоя оптима говно ну то есть сразу заход такой камри самая лучшая машина намного лучше других японцев я вот сейчас вот кто владеет другими японцами я друзья я хочу прокомментируйте пожалуйста это видео намного лучше других японцев митсу хонды субару сузуки ниссанов и мост и прочих машин и прочих представлять то есть камри это просто венец мироздания японского автопрома он забывает там про такие машины как субарики да где там это вообще законодатели можно сказать японской моды он забывает про такие машины как хонды аккорды которые рвут это к камри хвост и в гриву у меня просто слов извините за мат у меня просто слов других нету слушайте дальше дальше это феерично просто феерично я себя чувствую как король через а причем как король ну ладно человек может быть не знает русский там не знаю из каких-нибудь там других республик приехал езжу и мне все нравится чувствуете его обоснование да он есть ему все нравится остальные должны покупать все дальше купил себе сейчас машину в кредит но знаю что расплачусь и продам ее быстро вот знаете меня складывается такое впечатление что до этого момента пока я не выложил это видео вот все вот эти вот камри дрочера но по-другому их не назвать знаете как вот айфона дрочера есть который купит вот недавно я читал исследование купит пять процентов по моему их всего до купит айфон за любые деньги будь он миллион будет стоить они купят его за любые деньги ну то есть мозга нету людей совершенно то есть да сейчас вот там айфон x вышел там стоит что-то соточку по моему почти в нашем нашей россии будет и они говорят мы купим любые деньги также и здесь он себе купил и он и будет покупать за любые деньги не важно что машины дальше лучше будут они будут уделывать это как он просто купит и потому что он камри дрочер все и знаете я говорю еще раз у меня складывается такое впечатление вот до моего видео вот он купил себе эту машину ездил как король через а вот и получается так вот я сейчас выложил ска обосновал что оптима лучше оптима просто уделывают по всем характеристикам плюс она дешевле и все и он сейчас не чувствует себя королем потому что любой другой кто сядет него машину скажет вот ты посмотреть человек вот как вот опускает твою корольскую камри и все и ты себя не чувствуешь и он такой думать сейчас вот кредит от кредита дома вдруг я ее не продам делать а люди в опасности ладно это насчет эмоции насчет бабушки насчет моих доходов еще раз друзья подчеркну у меня денег хватало даже на lexus на финик я просто сейчас не хочу брать очень дорогой автомобиль потому что я считаю что это ну не обоснованно что ли лучше деньги уложить какую-то недвижимость купить машину сейчас d хорошую машину d класса за разумные деньги я к этому подходил осознанно логически я очень долго выбирал машину я ездил на камри несколько раз у меня этих камри есть у друзей до хера я мог купить камри в любой комплектации даже с двигателем три с половиной литра легко легко мог купить без кредитов любую машину я говорю еще раз мне нравилось honda я японцев большом количестве уважаю но я не понимаю из-за чего вот такой вот превозношение камри из-за чего такое поклонение книгу знаете вот слепое ладно раньше она была лучшей машины я согласен не могли с не тягаться там остальные бренды сейчас до хера просто нормальных машин которые убивают эту камри на корню камри нет просто друзья знаете вот просто других слов нет хорошо но чтобы раньше еще больше да друзья я не хотел просто снимать видео но сниму я просто что хочу сказать чтобы еще раз подорвать ваши пуканы я хочу ну как бы поговорить с вами насчет новой камри там 2017 года сейчас я не буду там вникать какой у него в 60 там вы 70 кузов там да не суть вообще новая камри 2017 года следующий поколение смотрите какая фишка из-за чего я хочу я хочу сравнить ее с киа но про киа немножко дальше будем говорить новая камри у нас будет выпускаться опять же таки с этими же практическими двигателями в россии имеется ввиду это будет двухлитровый 169 лошадиных сил я вот на бумажку все выписал проект камри это двух с половиной литровый 178 лошадиных сил и 3 с половиной литровый 299 лошадиных сил будто гибридные версии но это не в россии всем понятно автомат у нее в общем на 8 передач у нее изменился дизайн да не спорю она стала выглядеть поинтереснее изменился салон но салон знаете как он вроде стал молодежнее ну как бы лично мне он больше нравится да но салон очень сильно перекрикает перекликается с тойотой короллой очень сильно перекликается и в общем то смысл какой говорят что вот это вот есть вот это перекликание и многим уже этот салон не нравится потому что ну как бы этот автомобиль уже вышел в сша и многие говорят ну блин салон какой-то аляпистый китайский в принципе как пишут сейчас про новое поколение королу то есть у них из крайности в крайность либо старческий конкретно устаревший салон либо аляпистый китайский ну анимешный я его называю вот у них вот это вот они нравятся вот это вот им прям вот ништяк вот когда у них все это аляпистый светится нет какого-то баланса как например там в хонде я сейчас не беру общем как там хонде например там в мазде там все как-то строго лаконично с одной стороны молодежно с другой стороны более дорого у тойоты этого нету у них либо то либо все то есть у них вот мы не знаю ну как бы они может быть считают это красиво ладно кузов поменялся салон поменялся смотрите какая фишка не очень будут две версии одна будет версии 2 литра и два с половиной литра с восьмиступенчатым автоматом это будет бюджетная версия так сказать для бомжей называю и другая версия будет совершенно другой кузов три с половиной литра тоже восьмиступенчатый автомат эта версия уже будет для тех кого есть бабло вот и версия для бомжей и версия вот это двухлитровая они вообще никак не перекликаются между собой по дизайну они очень сильно различаются и многими вот когда я начал про оптим писать они таки пишут вот и посмотри какая новая camry огонь я такой блин ну да огонь блин классная машина ну супер машина согласен то есть кузов там пересмы особенно вот на промо этих роликах да все прямо огонь вот но на роликах на промо роликах идет три с половиной литровый автомобиль который в россии по некоторым данным будет стоить от 200 от 2 миллионов 100 тысяч ребят от 2 миллионов 100 тысяч вдумайтесь вот эти вот слова сейчас вот давайте посмотрим с вами небольшой ролик про эту новую camry какой кузов какой рендер там как все красиво а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 это все там отделка салона как под aston martin или под audi там под восьмерки да это уже будет практически во всех комплектациях 30 тысяч миллион 700 офигенно четкая тачка и миллион пятьсот шестьдесят или даже миллион шестьсот toyota camry двухлитровые вот теперь посмотрите эту машину машину kia stinger какая она в рендерах смотрите и ну что четкий автомобиль и теперь посмотреть эту машину вживую разница вообще нет никакой я также поставлю где эта машина стартует и как там народ вообще сикается от этого ускорения и сомнур наночь что играет не верю куб что примеру по публикому отраду она страсть аналитика и более стены и не на ней он не дали ты был сайты и лекарства украины сафт и в оборудовании о чем у меня дайбан подальше фастбит вебыire и на тракте Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok